Весной МЧС предупреждает жителей Ульяновской области о том, что выходить на лед в оттепель очень опасно. Но каждый год приходят трагичные известия о рыбаках и просто прохожих, которые провалились в полынью. Лед без промоин толщиной не менее 15 сантиметров считается предельно допустимым для безопасного передвижения. Такого сейчас все меньше и меньше. Спасатели категорически не советуют разменивать собственную жизнь и здоровье на сомнительные радости прогулок по весеннему льду. Но если все-таки на лед пришлось ступить, помните, самые опасные места там, где быстрые течения и родники, прибрежные кусты и заросли осоки, рогоза и камыша, участки, покрытые толстым слоем снега. Знать и понимать две совершенно разные категории. Кроме того, для тех, кто постоянно пользуется льдом, как зимней переправой, аргументы спасателей стоят далеко не на первом месте. Опыт подсказывает, идти безопасно. Ну, вроде пока нет. Пока еще лед, я думаю, еще толстый. Так что, я думаю, чуть-чуть. А мы не видели. Не видели. Ну, как говорится, все пошли. Мы пошли. Ну, вроде как народ ходит, мы посмотрели. Рыбаки сидят. Рыбаки сидят. То есть, пока еще можно, я думаю. Там поближе. А через мост безопаснее зато? Ну, там надо дорогу переходить. Там тоже не особо безопасно. Ну, что ближе? А провалиться не боитесь? Хотя он же толстый слой. Тонкий лед уже, весна же. Час еще не тонкий. Не страшно провалиться? Ну, недельку еще походим и все. Что касается рыбаков, то МЧС каждую весну проводит инструктаж. Раздают памятки и советуют проверять толщину льда каждый раз перед выходом на него. Напоминаем, прочный лед тот, у которого зеленоватый или синеватый оттенок. Выходить на водоем в условиях плохой видимости, в сумерках или ночью не стоит. Ежегодные рейды по малым и крупным рекам региона с напоминанием для любителей подледного лова – попытка достучаться до каждого. Вот толстый. А какая толщина примерно? 30 на. А можно померить? Да ради бога. Суйте. Бурить, по-моему, еще глубже. Нет. Около 50 сантиметров. 50 на машине можно ездить. Каждый год с началом весны МЧС объявляет режим повышенной готовности, чтобы спасать людей, которые пренебрегают техникой безопасности. В данный момент толщина льда на Волге составляет около 43 сантиметров. На Свияге – 29 сантиметров. Река Сельдь уже вскрылась и остались за береги. Остаточный лед на берегах. Но лед неоднородный, что и составляет опасность для людей. Лед на реках весной, как обычно, становится рыхлым. Съедает сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивает с течением. Так что ходить по нему очень опасно. С каждым днем лед становится более опасным. В прошлом году в поселке Сельдь два школьника спасли неудачливого рыбака из-под проломившегося под ним льда. Поступок достойный уважения. Но к каждому водоему отважных добровольцев-спасателей не приставить. Так что ответственность здесь, на льду, каждый несет сам за себя. Валерия Чурова, Иван Демидов, репортер 73.